МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети, всем или взрослые уже, всем приветствую. Я Евгений Орлов, сегодня проведем небольшую разминку на суше. Давайте все по всем суставам быстро пройдемся. Суставы просто разъемните. Давайте начнем с кистей, с самой детской, вот так вот быстренько. Раз, два. Похрустели, пальчики все. Плечами пошли крутить отдельно вот так вот плечиками. Мышцы размяли, так, отлично. По одной руке плечо, потом вторая. Отлично. Теперь одновременно руками крутим плечами, вот так вот пошли. Так, а где амплитуда? Я не вижу, что вы пловцы. Ребята, давайте, давайте, амплитуда есть. Хорошо, давайте вот такое упражнение. На, и как можно ниже опуститесь, как можно ниже. Без резких движений, спокойно опускаетесь просто. Теперь просто плечи вперед-назад. Покрутили немного, отлично. Давайте теперь таз, быстренько тапу. Потому что многие зажаты. Мне кажется, если мы не сделаем просто элементарное упражнение, если многие сломаться могут. Таз, отлично. Колени. Вот такие ребята, которые мы делаем, колени. И суставы на стопах, да. Так, ладно, прошлись. Хорошо, давайте первое упражнение на икры. На одной икре стрелочек поднимаются, опускаться. Ага, ага, давайте, давайте делаем. Десять раз, потом на другой десять раз. А вынимаем, все опускаем. Теперь одновременно десять раз быстро. На скорости. Теперь то же самое, только прыжки. Я в тапках, так что я без тапок сделаю. Отлично. Давайте, самое простое отжимание все сделают. Узким хватом. Есть раз. Теперь продолжаем. Правое колено, к правому ключу, левое колено. Корпус не двигать. Вот так вот, да. Опа. Опа. Погнали. Теперь просто колено вперед, вот так менять. Можно побыстрее? Раз двадцать десять. Как, сколько сможет. Такое упражнение. Встаем на локти, поднимаемся. И меняем так руки, очередно. Снимите кроссовки. Перед собой поставьте. Смотрите, как я сделаю. Потом уже ставьте под себя, как вам удобно. Там, кто тапки снимите, кто кроссовки. Опираетесь на них. Вот так. И понемножечку аккуратно поднимаете. Посадите ягодицы на пятки. Прямо садитесь. И по возможности поднимаете колени. Если кто-то не может поднять колени, просто чувствует, что уже растяжка, просто так посидите. Боковые, косые боковые мышцы живота. Или просто бока. Наклоны. Раз, аккуратненько. Потянули, без резких движений. Хорошо. Другой вочок. Аккуратненько. Хорошо. Занимаем вот такое положение. Кому как удобно. Кто так, кто так. Я занимаю, как я прям прыгаю. Непосредственно. Занимаете положение. И... Как можно выше. Ноги можно подтягивать. Себе. По очереди. Не обязательно все сразу. Потому что можете убиться. Плечи вот так вот. И крутим. Крутим. Так, да. Только как может. Теперь то же самое. Только руки вот так вот. Развернулись. И вот так. Вот. Хорошо. Давайте, давайте, давайте. Давайте пару упражнений на пресс. Смотрите. Самое простое. Уголочек. Нет? Не самое простое. Опа. Уголочек. 30 секунд, ребят. 30 секунд. Давайте. Ноги так же, как уголок. Не касаемся спиной. Вытягиваем стрелочку. И как можно ниже. Попробуйте. Не готовы. Если не можете положить, можете угол больше сделать. То есть вот так вот. Раз. Вот так хотя бы. Можно на два шутка на прямой руке, смотрите. Раз. Два. Три. Вот так вот. Так, только смотрите. Вот это вот. Вот это вот. Пока не надо делать. Просто прямое, да. Прямое тело. Вот так вот. Погнали. Давайте, давайте. На любую сторону. На левую, да, давайте. Руку можете пока опустить. Нет. Руку либо вот так положите, либо на пояс. Хорошо. В другую руку. И так стоим. Горят секунд 30 давайте. И смотрите упражнение. Оп. Оп. И вот так вот. Давайте. Погнали. Одну руку. Не, не. Одну. Там грубо говоря левая и правая. Вот, да. Либо правая, левая. Раз. Подняли. И держи. Смотрите, можете, знаете, как упростить. Поднимаете там, либо сначала ногу, и к ней поднимаете руку. И в разницу. И наоборот. Сначала руку, кому как удобно, потом ногу. Должь держи. Давайте попробуйте. По 10-5 секунд. Так не раз. Есть еще такое упражнение. Раз. Раз. Три. Четыре. Вот так. Как на пресс. Сильная, чтобы вас не болтало. Хорошо. Давайте. 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 Закончили. И вот такое упражнение. Раз. Вернулись. Раз. Вернулись. Очень хорошую нагрузку на пресс, на плечики. Давайте. Раза три-четыре, не больше. Усложняем. Вот сюда так встали, раздвинули ногами. Потом вернулись ногами. Раздвинулись руками. Напомнили? Два раза. Три. Осторожно, друг друга не убейте. Хорошо. Ну ладно, я думаю, хватит у вас. Живы? Все упражнения, все интересные факты, которые Евгений сегодня нам рассказал, для меня впервые и очень интересно. Какие у вас вопросы, ребята? Можете рассказать про ту историю с маской? Когда я вернулся, не помню точно, какого сбора, это уже было где-то маски, наверное, полгода. Естественно, мы там ее стираем, чистим, антисептики, бла-бла-бла, чтобы защититься от коронавируса. Я, кстати, привит. Я не знаю, я это сделал, чтобы мне просто можно было ездить, заходить на базу спокойно. Насколько это эффективно, нет, я не знаю. Но я не болел ни разу коронавирусом, поэтому, наверное, работает. Девушка казала, что она купила две, потому что не знала, подойдет она по размеру или нет. Как бы купила, вроде, в магазине New Yorker. Но сейчас, ну, когда мы уже потом еще раз туда возвращались, уже таких не было. И я ходил только с ней, ну, это как бы наш фишка, мы вместе с девушкой ходим с мальчиками вот этой кусающихся котиков или просто открывающих. Вот. Я назвал маска-кусь. И как бы она сказала, не хочешь выйти на чемпионате России? Я такой, да, почему нет? Я начал в ней выходить. Это для многих показалось как-то странным и типа непонятным какая-то. Ну, типа баловством. В принципе, так оно и есть. В принципе, я просто сбавлял атмосферу. Потому что маски, в принципе, самовыражение можно было самовылиться. Я очень любил котов, поэтому у меня была маска с котом. Потом я начал выступать не на Европе. Я начал тренд какой-то уже задавать. Потому что уже на Европе людям очень многим нравилась маска, все ее оценивали. Но, соответственно, когда это произошло на Олимпиаде в маске кота, это уже разгорелось, как бы, на всеобщее обозрение. То есть доходило до того, что Фина просила меня маску с автографом такую, но у меня, правда, больше не было только одна единственная, поэтому я, как бы, не смог говорить. И сейчас вот получилось так, что как только маска эта заполучилась, какое-то всеобщее обозрение, в ней многие начали писать, жить, ну, писать в Инстаграме, просто где-то еще. Например, на Алиэкспресс появились эти маски. Я думаю, сейчас пробовать делать эти маски. Посмотрим, что из этого выйдет. Хорошо, спасибо. Что делали, когда результат стоял на месте? У меня результат стоял на месте только в период, когда я переехал только в Московскую область и жил во Фрятино. Там у меня результат стал из-за того, что у меня было качественной подготовки, то есть тренера не хватало опыта. И тренировался по одной тренировке день. Потом вот я перешел к тренеру, к которому я сейчас перешел, и результат не заставил себя ждать. То есть объясню, как. В Московскую область я когда переехал, я три года не мог выполнить первый взрослый разряд, а когда перешел сейчас к тренеру своему, к сожалению, я выполнил первый взрослый через месяц. Грубо говоря, вот так вот. А что делать в этой ситуации? На самом деле искать правильности подготовки и правильности перевода. Плюс смотреть, насколько тебе уже заходит та или иная программа, которую ты делаешь. Евгений, скажите, пожалуйста, кто вас привел в плавание? Как вы, может, сами пришли? Может, родители привели? Ну, я очень всегда любил воду. Очень. То есть обязательно без ванны невозможно было обойтись. Поэтому в детстве мама... Плюс я очень был активным. Как сказать, может, где-то бешеным. То есть невозможно дома на месте было. Никогда не сидел. То есть либо на улицу просто выходил, либо потом уже мама сказала, не хочешь ходить в бассейн. Ну, я начал ходить в бассейн. Просто предложили, я согласился. И так началась моя плавательная карьера. А тяжело ли вам было начинать профессиональную карьеру спортсмена? Знаете, я не чувствовал особой разницы, когда я была профессиональной, когда непрофессиональной. Я, в принципе, с детства приходил и максимально выкладывался на любые тренировки. У меня такой вопрос, как у любителя. Скажите, сколько тренировок в неделю проходит? И бывают ли вообще выходные? Ну, смотрите. В среднем у меня есть тренировок в неделю. Выходные всегда в воскресенье. В субботу и в среду по одной тренировке. То есть, от полтора дня выходного у меня получается в конце недели. А потом все самое. В принципе, как и, грубо говоря, обычная работа. Ну, конечно, у всех все по-разному, но в целом тренируюсь шесть дней в неделю. А по питанию, насколько все строго? На питании у меня сложности нет. Единственное, я регулирую, чтобы где-то после семи не закидываться в очень большом количестве там сахара, мучного, чтобы где-то лишний, не лишний вес, а лишний жир не набирать. А так ем фактически очень, ну, все, и в большом количестве. Потому что у меня проблема с удержанием веса, нежели чем с его набором. То есть, у меня, как правило, я, наоборот, худею во время тренировочного процесса. И это тоже не есть хорошо, потому что, как правило, сжигаются мышцы в первую очередь. А в вторую очередь уже там и вода, жир уходит. А когда сжигаются мышца, то есть то, что ты натренировал, ее нарабатывал, то есть эффект тренировочного процесса начинает падать. Евгений, расскажите, пожалуйста, о вашем распорядке дня на Олимпиаде в Токио. Распорядок примерно стабильно, но как бы он хаотичный был. Это зависело от того, во сколько у меня дистанция. Я уже непосредственно подстраивался, изменял свои планы. В среднем я вставал, то есть обкатывался с дистанции где-то за, то есть где-то за 2-3 часа я шел есть и приезжал, например, на передистанции где-то за полтора часа. То есть полчаса разминки на суше, полчаса разминки в воде и полчаса уже непосредственно просто ожидание, одевание гидрокостюма и все такое. Как про списание это было, точно не могу сказать, потому что времена везде разные. Я где-то раньше ложился, где-то позже, где-то вставал раньше, где-то вставал позже. Поэтому это было немного все по-разному. Еще один вопрос. Вы, когда разминаетесь, вы с кем-то общаетесь или наоборот уходите в себя и ни с кем не контактируете? По-разному бывает. Это все зависит от того, что я хочу, наверное, в данный момент. Сложно это ответить как-то прямо-прямо. Знаете, каждый день бывает что-то по-разному. Вот один день хочется как-то отвлечься разговором от кого, ну, от дистанции, а другой день хочется, наоборот, погрузиться в нее. И всегда все по-разному. Это вот зависит, там, как бы объяснить. Это вот человек, чем старше становится, тем он лучше себя понимает. В какой момент, что ему использовать, какие из рычагов, там, какие из элементов. Например, элемент разговора перед дистанцией очень помогает отвлечься от этой дистанции и убрать нервные напряжения. А иногда бывает, что его не хватает, и хочется, наоборот, уйти в себя. Где-то создать лишнее напряжение, где-то создать лишнюю атмосферу, чтобы организм твоя, как бы сказать, то есть чем ты в более сильном стрессе находишься, тем у тебя организм тоже получает этот стресс. То есть где-то тебе не хватает адреналина, ты начинаешь его добавлять. Где-то тебе, наоборот, очень много адреналина, ты его начинаешь убавлять. И так регулируешь. Это приходит с опытом, это приходит от количества стартов, и плюс каждый старт ты будешь воспринимать себя по-своему. Некоторые старты, к определенным стартам я отношусь, например, очень лояльно, которые такие промежуточные, где надо просто максимально быстро прыгать. И ты смотришь, что у тебя выпадает на данный момент подготовки. И к ним я отношусь более-менее проще, потому что они как рабочий процесс идет. Естественно, я там расстраиваюсь, если я там плохо проплываю и радуюсь, когда хорошо. Но на этих про стартовки, конечно, гораздо легче эмоционально. И последний вопрос от меня лично. Ваше восстановление после Олимпиады, как оно проходит? Планируете ли вы какую-нибудь поездку, отпуск? Я нигде сейчас не был, по какой-то поездке не был, потому что, в принципе, я где-то накатался, где-то наездился, потому что очень часто сижу на сборах, там, ввиду того, что в моем районе, как бы, нет полтинника. И, как правило, первые полгода я нахожусь, может быть, где-то в большей части дома, вторые полгода, но это брать по сезону. То есть это с сентября до зимы, я где-то могу дома больше часть времени находиться, то, как правило, с зимы до лета я нахожусь непосредственно только на сборах, потому что мне нужен 50-метровый бассейн. И, как правило, это круглое, либо куда-то поехать на заграницу. И, как правило, я еще плюс очень много наплавываюсь самым непосредственно на воде, и как-то на море уже не особо есть желание куда-то поехать, на эту воду еще раз смотреть. Поэтому иногда просто хочется посидеть просто дома, но непосредственно после Олимпиады, и, как правило, не получилось у меня посидеть. Очень часто ездил куда-то на интервью, ездил еще в какие-то мероприятия, встретился с семьей, встретился с друзьями. Очень много поездок. На самом деле отдых эмоционально довольно-таки хороший был, но разгрузки так таковой не было, потому что какие-то дела всегда все равно были. Евгения, скажите, пожалуйста, какие выводы вы сделали после этой Олимпиады, и какие грандиозные цели, возможно, вы ставите на следующую? Выводы. Выводы, то, что, наверное, я добился всего, всего, что можно было в плавательной карьере, там, за исключением рекордов мира. Какие непосредственно цели, я думаю, я, наверное, пока на этот вопрос отвечать не буду. Я думаю, я лучше это покажу непосредственно в своей тренировке, и на основаниях буду показывать это, какие у меня цели появились. Плюс я, наверное, прям точно не могу ответить, потому что вроде хочется уже отдохнуть от плавания, но и в то же время амбиции, конечно, говорят тебе, куда ты останавливаешься, у тебя еще все впереди. Но как бы подготовка непосредственно к Олимпиаде, к любым другим стартам, это огромное количество энергии и ресурсов. От затрата времени, то есть больше мог бы время уделять себе, где-то там, саморазвиваться в каких-то других аспектах. В том же Инстаграме, то есть, грубо говоря, набирать больше подписчиков и просто общаться с большими людьми. Потому что очень часто пишут люди с просьбами, какие-то советами, а как таковой я дать не могу, потому что если я дам ответ кому-то одному, то мне придется помогать всем. А это, грубо говоря, уже мне проще организовать какие-то мастер-классы, где я смогу где-то что-то показать и ответить. Потому что непосредственно отвечать по телефону или в Инстаграме в Директе, то есть эффекты будет небольшой, потому что картину в целом я все равно не вижу. И тут очень много, как бы сказать, путей развития, что куда можно сделать. И пока я, наверное, решил больше остаться спортсменом и заниматься, грубо говоря, собой. Потому что, может быть, у меня есть очень огромное количество тишин, огромное количество опыта, но мне кажется, я далеко не все узнал в мире плавания и в этой жизни. Спасибо. Правда, что вы на Олимпиаде спали на картонных кроватях? И каково это? Да, так было правда. Они сделали картонные кровати и положили на них матрас. В принципе, на этом, в целом, все. Я не знаю, ну, как бы это не было ни неудобно или было бы удобно, то есть матрас мне не вызывал проблем, поэтому я спокойно спал и спался. К дополнению к вышесказанному, хотел бы спросить, как происходит ваш процесс отдыха и есть ли какой-то другой активный вид спорта, которым вы занимаетесь в качестве хобби? О, другой вид спорта, наверное, нет. Если киберспорт читается за спорт, то может быть. Ну, конечно, сейчас он открывается. Ну, я тот еще тоже любитель поиграть, потому что, то есть, не знаю, если кто-то видит мой инстаграм, то есть я купил себе новый компьютер, ноутбук. Компьютер я не могу себе позволить, потому что часто уезжаю как-то на сборы. Конечно, наверное, я бы собрал себе системный, ну, системный блок. Это намного проще и удобнее. Так, иногда я играю в игры, в основном. Ну, со взрослением начал, конечно, уже, так сказать, больше уходить где-то даже книги и непосредственно проводить время с картами активно. Если это считается за спорт, как бы, я там, потому что с ними бегаю по квартире очень часто. Вот недавно получилось заехать к родственникам моей девушке. Там дала дрова по колоу. На самом деле, очень классное занятие, мне понравилось. И попсиховать можно на дрова. Ну, единственное, конечно, там, потравмироваться можно, но зато весело. Это, на самом деле, было очень интересным опытом. На самом деле, мне понравилось в этом моменте очень сильно работа мышц. Она, на самом деле, то есть, затрагивает, то есть, вот, думаешь, колка дров, что такого сложного? Ну, а на самом деле, там, работа мышц очень субъективная. То есть, плавание есть, на самом деле, такой элемент. Резкое напрягание пресса у тебя происходит во время нырка, когда ты дожимаешь прессом ногами. А там, получается, ты дожимаешь прессом и руками. И ты дожимаешь, как бы, немного в обратную сторону. Непосредственно, когда ты ныряешь, ты дожимаешь нижнюю часть пресса, а здесь ты дожимаешь верхнюю часть пресса. Как бы, я, наверное, показал бы, но не буду. Я думаю, все представили себе это визуально. Как-то так. Ну, что, ребят, я, как понимаю, по вопросам все закончили, все поинтересовались. Спасибо за беседу, спасибо за тренировку. Хорошего настроения и большего здоровья. Спасибо. А вот парень с тигром, он шарит по котикам. Я так заметил. Хотела еще посетить такие мероприятия. Они дают узнать что-то новое. Ты сам этому научился, и хочется это предоставлять. По возможности, конечно, хочется делиться этим. Но, как правило, не все люди готовы воспринимать эту информацию. Плюс это не всем информация подходит каждому человеку индивидуально. Каждому нужно свое. И чтобы, если работать правильно, то это надо брать отдельного, там, двух-трех человек и их везти. И, грубо говоря, как у меня, там, вел тренер, нас в двое в бригаде, нас он вел к Олимпийским играм. Потому что везти, там, грубо говоря, 10 человек уже невозможно. Одному с тренером, потому что просто успевать за двумя людьми, если ты крепотриво работаешь, уже тяжело. Потому что это надо каждый день смотреть за каждым человеком и индивидуально к нему подбирать работу. Я благодарна Российскому обществу знаний за предоставленную возможность посещать такие мастер-классы с именитыми спортсменами России. Российское общество знаний — это большое количество информации, которое можно использовать для саморазвития и для развития другого человека, и так и для всего общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова